Первая выставка Союза художников Подмосковья открылась в помещении районного совета депутатов. По мнению авторов выставки, это поможет парламентариям в работе. Искусство, оно же гармонизирует. Я так полагаю, придет человек в это помещение, раздраженный, с какими бытовыми проблемами, там кран, как всегда, течет. В основном, в ЖКТ, мы все знаем. И как посмотрят, живопись, она гармонизирует, она создает гармонию внутри человека. Когда мы слушаем хорошую музыку, она нас как-то собирает. Я думаю, что это такая большая помощь депутатам. Нам приходит очень много людей. Люди приходят к нам на прием, люди приходят к нам для консультации. Мы с вами проводим большую работу со всеми службами района, города, Сергея Посад и других поселений. У нас здесь постоянно кипит работа. Дверь нашего помещения, она всегда открыта. Участниками выставки стали живописцы, известные в мировом арт-сообществе. Это заслуженные художники России Петр Стронский и Александр Беглов, который является председателем правления Союза художников Подмосковья. А также члены Международной академии культуры и искусства Сергей Борисов и Андрей Лысенко, который возглавляет Сергиево-Посадское отделение Союза. Он представил на выставке несколько своих работ 2016 года. Это троица Сергея Лавра в мартовские морозы, пургу, вот что очень парадоксально. И пейзаж своего любимого города Ходьково, в котором я и живу. Вот именно знаменитое место, которое условно называется на въезде в Ходьково. Здесь представлены живописные работы, посвященные нашему любимому Подмосковью, Сергиево-Посадскому району, которые писались непосредственно в пленэрах в Сергиево-Посадском районе и рядом. А также представлены проекты Петра Тимофеевича Стронского, международного значения, которые мы представляем именно Сергиево-Посадским депутатам для дальнейшего рассмотрения и для учреждения их на Сергиево-Посадской земле. Скульптурная композиция «Добрый ангел мира» заслуженного художника России Петра Стронского установлена во многих городах России. В центре возвышается колонна с золотым ангелом, отпускающим в небо голубя. Ангел будто призывает людей творить добро на земле и жить в мире и согласии. В рамках благоустройства городов, в рамках создания новых скверов, новых парков, мы ведем программу «Ангел-хранитель добра и мира» архитектурно-парковый комплекс. В Подмосковье, например, очень красивый мы осуществили в городе Дмитрове. Для каждого города мы ищем свой новый образ в зависимости от окружения, от архитектуры. И надеюсь, что в Сергиево-Посаде мы тоже осуществим этот проект. В планах на будущее членов Союза художников Подмосковья организация в Сергиево-Посаде различных выставок, в том числе с участием зарубежных авторов. В дальнейшем мы будем привлекать в наш город художников из других стран, из других республик и сделаем наш город площадкой международного арт-формата. Татьяна Сташенко, Михаил Жучков. День города.